Девушки отдыхают Девушки отдыхают В узком мировоззрении и недальновидности Лично я таких армян, которые во всех видят врагов, самих считаю врагами своего собственного народа Ведь своими необдуманными высказываниями в адрес представителей того или иного народа или религии Они провоцируют скандалы, презрения, междоусобицы среди инородцев в отношении армян И наоборот армян в отношении этих инородцев И это при всем том, что армяне диаспоральная нация Живут почти во всех странах мира и имеют богатое историческое наследие в странах обитания На первый взгляд понятно, откуда среди армян могут возникнуть тюркофобские настроения Геноцид армян в Турции, армяно-азербайджанский конфликт Вроде бы все Но ведь народов, говорящих на тюркских языках, насчитывается почти 50 И далеко не ограничиваются в рамках азербайджанцев или турок С большей частью из них армяне в целом не сталкивались Получается, что тюркофобии вовсе нет Есть банальная неграмотность и оголтелый, попахивающий, тишевизный нацизм И нацизм среди тех, кто шток от штифта, например, автомата Калашникова Отличить толком не может Понятно, не всем суждено и не все держали в руках АКС И слава богу И не дай бог, чтобы знали, что такое шток и что такое штифт Но зачем своими скудными познаниями травить друг на друга целые народы Если таких горе-националистов не только сама война страшит Но и обычная срочка в обычной воинской части Ради которой готовы притвориться каким угодно инвалидом Или вытрясти всю наличку папы ради спасения своего покоя Или некто хочет жить по принципу Я умный, буду натравливать, а дураки пусть служат и воюют Окей, тогда предлагаю таковым вооружиться хотя бы знаниями Минимальными Чтобы прежде чем заработал язык, включался мозг И начнем сегодня с тюрок Итак, тюрки это этноязыковая общность народов, говорящих на тюркских языках Народа с названием тюрок, во всяком случае в русском языке, не существует И когда некто оскорбительно высказывается о тюрках То в силу своей малограмотности оскорбляет десятки тюркских народов Отличающихся между собой как этнической, расовой, так и религиозной, географической составляющей Да, большинство современных тюрок мусульмане, но есть также христиане Например, основная часть гагаузов и чуваший, которые православные Иудеи есть среди них, это крымчаки и караимы Буддисты, тувинцы и желтые уйгуры Бурханисты, алтайцы Традиционные верования, шаманизм, как у якутов, хакасов, шорцев, тилютов Иначе говоря, узкомыслящий человек, понося тюрок за геноцид Армян оскорбляют все эти вышеперечисленные народы И взваливают на них всю вину ответственности Из-за чего получается полнейший бред Ведь, к примеру, для тюрка-тувинца или тюрка-якута Что армянин, что турок одно лицо Ровно так же, как для нас с вами одним лицом являются якуты и их соседи чукчи Хотя этнически это разные народы И если те же христиане, тюрки-чуваши Или же смиренный буддой тюрок-тувинец Наткнется на высказывание узкомыслящего армянина о тюрках-злодеях То либо не поймет, за что он так их Либо того хуже просто озлобится Из-за одного дегенерата на весь армянский народ И попробуйте объяснить, что имели в виду не тюрок как таковых А конкретно турок Из-за которых и сложилась ненависть ко всем тюркам Но стоит ли армянам враждебно относиться к тюркам из-за турок? Давайте рассмотрим Итак, кто такие турки? Известно, что исторический ареал обитания тюркских племен уносит нас на Алтай и Сибирь Именно поэтому тюркскую группу языков лингвисты причислили к алтайской семье Как и все народы не тюркской группы, проживающих исторически в азиатской части России Тюрки-монголоиды Позже откочевавшие на запад в Туран и к Волге Тюрки или прибывшие в результате военных походов в Тюрки Приобрели тураноидный тип, отличающийся переходным от монголоидного к европеоидным И чем дальше на запад, тем больше европеоидных черт путем смешения с местным населением И отдаления от тюркской этнической составляющей до минимума Среди местного автохтонного населения стали возникать суперстраты и субстраты В первом случае суперстраты это влияние языка пришлого населения на язык коренного А во втором случае субстрат соответственно влияние языка коренного населения на чужой язык Так возникли в Закавказье, Иране, Турции, на Кавказе, по Волжье, в Подунавье Новые народы с тюркским суперстратом и автохтонным субстратом По этой причине их предки тюрки далеки от внешности новообразованных народов И получается, что тюркоязычных гагаузов почти не отличить от романоязычных молдаван Но легко их отличить тех же гагаузов от их лингвистических братьев-алтайцев Примеры можно приводить с каждым тюркоязычным народом В том числе и о современных турках, которые хотим мы этого или нет Но уже давно несут в себе наш с вами генетический код в том числе И мало чем отличаются от нас А предыстория такова Как известно, второго султана династии Оугузов-Сельджукидов звали Алпарсланом В 1071 году его тюркское войско пришло на смену Византийской империи И одержало победу в битве при Манцикерте После этого началась постепенная тюркизация территории И пришельцы создали свое небольшое государство в Анатолии Канийский султанат В 1299 году была создана Османская империя А еще через полтора-ста лет, в 1453 году Процесс завершился падением Константинополя До завоевания тюрками Византийской империи Это государство было многонациональным А основными ее жителями являлись Греки, армяне, ассирийцы, арабы, курды, лазы и прочие Постепенно среди них стала происходить тюркизация А после захвата Балкан появился новый налог кровью Который накладывался на христианское население Он состоял в том, что из христианских семей Забирали мальчика в возрасте 5-6 лет Обращали их в ислам И увозили в Константинополь Там их воспитывали в спецшколах А потом в зависимости от способностей Юноши становились дворцовыми служащими Матросами, солдатами, инженерами Строителями, богословами Большинство их пополняло собой войско янычар Подчиненное лично султану Это была элита вооруженных сил Состоящая из детей христианских семей Но обращенных в ислам Тем самым тюркизировавшись Считалось, что лучше всего Служат султану обращенные в ислам Армяне, греки и прочие У которых нет ни крова, ни дома Ни родителей, ни друзей Так из года в год Земли Османской империи Все больше стало населять Новообразованное смешение народов Под общим названием Осмал-элар Сложилась этнофагия Когда один народ пожирает другой Или другие народы Прививая им свой язык, культуру и этноним В нашем случае тюрки не прививали Разве что культуру Так как культура греков, армян, славян И прочих была богаче их тюркской Кочевой С приходом к власти светского Мустафы Кемалия в 1923 году Политика тюркизации была закреплена Мустафа Кемалия на развалинах Османской империи создал Новое государство Назвав это государство Турции На турецком Тюркия В честь тех тюрок Завоевателей Что пришли на эти земли А сам народ Турками Тюрк Его главной задачей Было создать один народ По всей Турции И по светскому образцу Снабдить всех фамилиями В Османской империи Не было фамилий И в 1927 году Вышел закон об именах От Кануну Мустафа Кемаль Обозначился отатюрком Отцом турок А население Эпитетами по вкусу И роду деятельности К примеру Грек Адонис Живущий в Измире Стал Эднаном Измирли А армянин Агоп Живущий в Трабзоне И занимающийся ловлей рыбы Стал Якубом Балакчи Необходимо сказать Что если заглянуть В энциклопедию Эфрона и Брукгауза То можно увидеть Что основное население Османской империи Считало себя Османами И свысока Посматривало на тех Кто называл себя Турками То есть на Туркоманов И Юруков Или обозначая Малокультурного Крестьянина С реформой же Ататюрка Случилось С точностью Да наоборот Те что брезгливо Отзывались о тюрках При Абдулгамиде И других султанах В одночасье Стали гордо Называться Турками А под таковыми Паспортизировали Все население Новосозданной Турецкой республики Независимо От их Этнического Происхождения Достаточно Быть гражданином Страны И мусульманином Христиан Почти Не оставалось Разве что Крипто Теперь заглянем В рыльца Тех Из-за которых Некоторые из нас Нелестно Высказываются О тюрках Абдулгамид Султан Османской Империи 1876 1909 Годы Его мать Была Дочерью Армянского Предпринимателя Из Трабзона Лично Отдавал Приказы В уничтожении Армян Нестариан Понтийских Греков И прочих На Анатолии С 1894 По 1896 Годы Чем и был Наречен В империи Ганлы Импаратор Кровавый Султан Энвер Паша Военный Министр Османской Империи Член Триумвирата Один из Участников Идеологов Геноцида Армян 1915 Года Этническое Происхождение Отец Тюркского И черкесского Происхождения Мать Албанка Талат Паша Министр Внутренних Дел Османской Империи Член Триумвирата Один из Участников Идеологов Геноцида Армян В 15 Году Этнический Помак Болгарин Иначе говоря Вовсе Славянин Исламизированный Джамаль Паша Военный Гражданский Администратор Сирии В годы Османской Империи Участвовавший В массовых Убийствах Армян И арабов Имеет Греко-тюркское Происхождение Также Бхэйдин Шакир Глава Турецкой Разведки И контрразведки Который Был этническим Исламизированным Армянином И убит Дашнаками Также Юсуф Чаглар Начальник Жандармерии Газиантепа Тоже Этнический Армянин Сюда Прибавит Самого Ататюрка Над Происхождением Которого До сих пор Бьются В самой Турции Плюс Янычары О которых Мы выше Сказали Плюс Курды Которые Являются Одним из Главных Исполнителей Массового Уничтожения Армян И не Имеющие Отношения К этническим Тюркам Вовсе Так можно ли Винить Тюрка Как этническую Единицу Винить В геноциде Армян Отнюдь Геноцид Устраивала Османская Армия В коих жилах Течет Кровь По большей части Не тюрок А тех же Армян Греков Славян Кордов И прочих Результат Будет Налицо Если Сами Заглянете Скажем В лица Кемаля Талаата Джемаля И на всю Эту Свору Попробуйте В них Найти Тюркские Монголоидные Или Тураноидные Черты Значит Тюркофобию Среди Некоторых Армян Можно смело Отмести И тюрки И тюрки Потому Потому что Они Являются Потомками Этих Злодеев Независимо От их Этнического Происхождения Заметьте Пока Армяне Сто лет Взваливали Вину Только На тюрок Или на турок А некоторые Армяне Ошибочно Поносили Громко Или тихо Чуть ли не Весь Тюркский Мир Курды Успели Укрепиться На исторических Землях Армян И уверенно Называют Эти земли Курдистана Поэтому К вопросу Нужно подходить Грамотно Трезво Без перехода На личности Отдельных Этнических Групп Я понимаю Что сделать Это сложно Так как Из востока С нами Соседствуют Люди Говорящие На одном Из тюркских Языков Азербайджанском Из западно Соседствуют Люди Говорящие На одном Из тюркских Языков Турецком Однако Если Турки Определились Себе Кто они И откуда То азербайджанцы Состоят Из такого Винегрета Что путаются Сами И сочиняют Каждый раз Новую версию Своего Происхождения Споры Продолжаются И в 21 Веке С одной стороны Быть тюрками Их впечатляет Это империи Военачальники Ведь своих Толком нет А так Можно Общетюркские Какие-то Заслуги Приписывать Своему Народу Но с другой Стороны Быть тюрками Для них Значит Априори Сказать Не только Карабах Но и Баку Не имеет Отношения К ним Ведь известно Откуда Тюрки И когда Пришли И поэтому Кому-то В голову Пришла Мысль А что Если За рождением Тюрок Считать Не Алтай А Закавказье А все Кто утверждают Обратное Вплоть до Античных Куплены Армянами К тому же Следует Еще раз Напомнить Что в годы Массовых Репрессий И убийств Армянского Населения Баку Туркменистан Предоставил Свою Территорию Красноводск Куда через Каспий Были переправлены Армяне И местные Жители Делились С ними Всем Что имели Продуктами Одеждой Утварью Не идите На поводу У фальсификаторов И винегретников У вас Армян Родословное Насчитывающее Тысячелетие Вы Армяне И полвека Назад Назывались Армянами И жили У Арарата И тысячелет Назад Назывались Армянами И две тысячи Лет назад Назывались Армянами И три тысячи Лет назад Назывались Армянами И не тюрки Вам Желают Погибели А винегреты Безродословные Винегреты С языком Раскосых Тюрок И иранской Физиономии А то и нашей А то и нашей Назад 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 Назад